Здравствуйте, друзья! Снова на нашем канале передача «Дом, в котором живет Бог». И я снова приглашаю вас отправиться вместе со мной в этот мир чудесный и удивительный, древний и таинственный – в мир Церкви. В прошлой нашей передаче мы говорили о том, кто такие священнослужители и какие они бывают. Вспоминаете? Их всего три. Епископ заботится о внутреннем благополучии Церкви, а также поставляет новых священнослужителей. Священник или иерей совершает богослужение и проповедует христианскую веру. Ну и, наконец, диакон. Диакон – это младший священнослужителей. Он помогает священнику во время богослужения. Ну что, вспомнили? Отлично. А теперь пойдем дальше. Сегодня мы узнаем, во что же священнослужители одеваются. Не секрет, что все мы одеваемся по-разному, как нам нравится. Но иногда бывает так, что наше занятие, наша работа, ну, например, военного, строителя или врача, обязательно требует специальной одежды. Такой одежды, по которой нас очень легко узнать и отличить, кто мы такие и чем занимаемся. Точно так же и в церкви. Все священнослужители носят такую специальную одежду, чтобы их можно было легко по ней узнать. Сразу скажу, что повседневная одежда для них почти не зависит от степени священства. Епископ ли это, иерей или просто диакон? У всех одежда одинаковая, но только с маленькими отличиями. Итак, давайте по порядку. Основным одеянием любого священнослужителя является подрясник и ряса. Подрясник. Вот он. На мне. Это, как вы видите, такая длинная, почти до пят, рубаха, которая для удобства часто припоясывается вот таким вот поясочком. В древности все люди носили такие рубахи под повседневной одеждой. С тех самых пор она и сохранилась в церкви. Подрясник может быть серым, как у меня. Бывает бежевым, бывает даже белым или красным. Но, как правило, подрясники все-таки черного цвета. И вот еще на что я хочу обратить ваше внимание. Подрясник – это основная нижняя одежда для богослужений. Все остальные части облачения священнослужитель надевает поверх него. Итак, запомним. Подрясник – это нижняя повседневная и богослужебная одежда священнослужителей. Само это слово «подрясник» уже говорит нам о том, что он носится под чем-то. Под рясой. А вот ряса – вот она. Ряса – это уже повседневная верхняя одежда священнослужителей. Ну, как, например, белый халат врачей или мундир военного. Как и подрясник, ряса имеет очень давнюю историю. Она была принесена на Русь с христианского востока, где, как вы знаете, очень жарко. И длинные свободные одежды хорошо спасают от зноя. Но со временем, в нашем холодном климате, она немного изменила свой вид. Так, чтобы в ней было тепло и удобно. Итак, ряса – это основная повседневная одежда священнослужителей. В мире церкви, друзья, нет вещей, которые бы ничего не значили. За любой, даже, казалось бы, мелочью, если присмотреться повнимательней, мы найдем скрытый смысл. Это касается и церковной одежды, даже повседневной. Вот, например, ряса или подрясник, о которых мы только что говорили. Своей формой и цветом они означают духовный покой и отрешенность от мирской суеты. И это действительно так. Когда я, например, надеваю подрясник или рясу, я начинаю себя и чувствовать по-другому. Как-то собранней, спокойней. А кроме этого, они еще напоминают нам об одежде, которую носил когда-то сам Христос. Так что священнослужители даже в этом стараются быть похожими на Господа. Кроме особых одежд, есть еще и особые головные уборы. И самым распространенным из них является скуфья. Вот она. Как вы видите, это маленькая мягкая шапочка, которая своей формой и своими складками над головой образует форму креста. Скуфья – это повседневный головной убор священнослужителей. Есть еще один необычный головной убор, который носят только священники. Он называется камилавка. И бывает двух цветов – фиолетового и бордового. А главное – это то, что камилавка несет свой смысл. Она символизирует терновый венец, который был надет на голову Иисуса Христа. Камилавка – особый головной убор, которым награждаются священники. Ну что ж, друзья, давайте подведем итоги нашей сегодняшней встречи. Мы узнали, что у священнослужителей есть своя особая форма, которая имеет очень давнюю историю. Такая одежда позволяет узнавать и отличать их от остальных людей. Это подрясник, ряса, скуфья и камилавка. Подрясником называется нижнее, повседневное одеяние. Рясой – основное. Как, например, пиджак или китель. Головным убором, по которому мы можем узнать священнослужителя, может быть скуфья или же иерейская камилавка. Вот так, друзья, теперь вы видите, как много необычных вещей и названий мы встречаем в церкви. И это еще далеко не все. В следующий раз мы поговорим о том, какую одежду носят священнослужители во время богослужений. Ну а если у вас возникнут какие-нибудь вопросы, пожелания, пишите на наш сайт. Его адрес вы видите на своих экранах. А я, диакон Сергей Борицкий, сегодня прощаюсь с вами. До скорых встреч. Помощи вам Божьей. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»